Здравствуйте, это программа Город С, я Елена Чернявская. В марте 2021 года на дорогах Самарской области зафиксировано уже 4 ДТП с особо тяжкими последствиями, жертвами которыми становились одновременно от 2 до 7 человек. Обстановка на дорогах Самарской области вызывает тревогу и беспокойство. В течение одного месяца было зарегистрировано уже 4 смертельных ДТП. В основном погибшие это люди совсем еще юного возраста, есть среди них и дети. Прокомментировать ситуацию на дорогах нашего города Самары я сегодня прошу заместителя командира полка ДПС ГИБДД ОМВД России по городу Самаре подполковника полиции Сергея Александровича Шепелева. Здравствуйте, уважаемый Сергей Александрович. Да, спасибо, что нашли время прийти побеседовать к нам в студию, хотя повод, конечно, не особо радостный, но тем не менее, ваша работа и направлена на, в первую очередь, снижение аварийности на дорогах нашего города. Так вот, как я уже сказала, уровень дорожно-транспортного травматизма по-прежнему высок. Скажите, пожалуйста, вот с чем в первую очередь связано и оказывает, что в первую очередь вот такое негативное влияние? Здравствуйте, уважаемые телезрители. Значит, хочу сегодняшнюю нашу беседу начать с небольшой статистики, которая произошла у нас на территории городского округа Самары. Значит, на сегодняшний день на территории городского округа Самары у нас зафиксировано более 190 ДТП, в которых погибли либо пострадали люди. А именно, значит, у нас погибших составляет 5, значит, пострадавших 230 человек. Если сравнивать это в процентном эквиваленте, то у нас общее снижение по всем трем позициям составляет, значит, по количеству зарегистрированных дорожных происшествий это 57%. Погибших в них граждан составляет 45%. А пострадавших людей у нас снижение наблюдается на 51%. Если сказать, что произошло у нас именно в марте месяце, то у нас произошло ДТП более 53 человека, погибло 69% у нас пострадавших. Это также на фоне всей статистики, также большое снижение составляет. То есть вот цифры называете и все равно говорите, что снижение аварийности. Так если даже сравнивать по поводу прошлого года, что можете сказать? И в связи с чем происходит, как вы говорите, снижение? Ну, здесь, значит, с учетом проведенного анализа, значит, прошлого года, а именно, значит, январь месяц прошлого года, февраль месяц прошлого года, март месяц прошлого года, сделан анализ дорожно-трансного происшествий. То есть по видам ДТП, значит, в какое время они происходили, в дневное, ночное, по часам. Значит, в связи с этим, значит, руководством полка ДПС, руководством отдела ГИБДД города Самары, значит, приняты, я считаю, направленные меры на снижение дорожно-трансного происшествия, в которых погибли либо пострадали люди. И закономерным итогом данных мероприятий, значит, стало то, что у нас, как я и сказал до этого, цифры, у нас общее количество зарегистрированного ДТП с пострадавшими, погибшими, значит, снизилось. Значит, если брать по, именно по мерам, какие были приняты, это проводились, конечно, рейдовые мероприятия в первую очередь. Таких рейдов... А не увеличились ли, Сергей Александрович? Да, совершенно верно. Значит, если по состоянию на сегодняшний день, и взять статистику, значит, прошлого года, то за март месяц у нас произошло, ну, как провели мы, провели более чем в 4 раза больше профилактических мероприятий, нежели в прошлом году. Значит, ни один выходной, ни один выходной, то есть, я имею в виду, пятница, суббота, которые наиболее подвержены у нас ДТП с пьяными водителями, так называемые, не остались у нас без внимания. То есть, если брать, опять же, статистику, то у нас проведено было более 20, а именно 24 мероприятия под условием именованием контроль трезвости. Вы назвали эту цифру по всему городу или всего? Я сейчас говорю именно про городской округ Самара. Хорошо. Вот скажите, пожалуйста, опять же, если обратиться к статистике, вот с чем связаны в первую очередь смертельные ДТП в Самаре? Ну, если разобрать каждое дорожное транспортное происшествие, которое у нас связано с погибшими или пострадавшими, тут различные, значит, причины. Естественно, везде присутствует это человеческий фактор, так называемый. Если брать, значит, вину водителя, то здесь выезд на полосу встречного движения, если связано с столкновением двух транспортных средств. Если мы берем такой вид ДТП, как наезд на пешехода, то тут вина может быть как водителя транспортного средства, который не пропустил пешехода, который двигается по пешеходному переходу. Но и, с другой стороны, вина самого пешехода, который в нарушении пункта правил 4.3, правил дорожного движения, соответственно, не переходил в проезжую часть в установленном месте, а именно по пешеходному переходу, либо подземному, либо надземному, либо в специальном предусмотренном для этого местах. Поэтому здесь спектр нарушений, как со стороны водителя, ну, в частности, да, больше, конечно, водителей нарушают. Сергей Александрович, а если мы сейчас не будем брать наезд на пешеходов, а вот такие факторы возьмем, нетрезвые водители, молодые водители, ну, и выезд на встречную полосу все-таки преобладает. Чаще всего какое нарушение? Ну, естественно, естественно. Здесь у нас больше ДТП зарегистрировано с наездами на пешеходов, вот, в которых, к сожалению, погибают люди, да. Мы с вами говорили про рейды, которые вы проводите, и вы сказали о том, что вы провели их намного больше. Но скажите, пожалуйста, в первую очередь, с чем связана и какова цепочка? ДТП резонансное по городу, увеличение рейдов, либо эта работа не прекращается и ведется постоянно и регулярно? Ну, на самом деле здесь резонансное, нерезонансное ДТП. Во-первых, это жизнь и здоровье граждан, поэтому тут работа построена и проводится полномерно. Соответственно, тут мы не ожидаем каких-либо ДТП резонансных. Мы просто работаем с понедельника по воскресенье, если неделю взять, и в определенные дни, в утренний блок, в вечерний блок, мы увеличиваем плотность нарядов с задействованием кабинетных, так называемых, работников. Ну и в соответствии с указанием, которое у нас поступило на прошлой неделе, в связи с этим резонансное ДТП, ну, мы также увеличили плотность нарядов еще больше, поэтому, я думаю, водители, которые передвигаются, пешеходы, которые передвигаются по улицам города Самары, я думаю, это видят, вот, и с пониманием относятся к тому, что мы работаем на благо их, чтобы сохранить их жизнь и здоровье. Спасибо вам большое за ответ. Я сейчас предлагаю прервать наш разговор и посмотреть сюжет как раз. Мой коллега Колосов Никита побывал вместе с вами на одном из рейдей по выявлению нетрезвых водителей. Давайте посмотрим, как это происходит. Александр Исаков работает курьером. Доставляет еду на автомобиле. Рассказывает, что в будни сотрудники госавтоинспекции останавливают нечасто, только для проверки документов. А вот в пятницу и в выходные могут остановить по 3-4 раза за смену для проверки на трезвость. Конечно, хорошо, что проводят очень часто, потому что людей, которые выпивают на выходных особенно, очень много. И аварий из-за них тоже очень много происходит. Конечно, спасибо сотрудникам ДПС за то, что они это делают. Я считаю, что это правильно. По выходным и в пятницу сотрудники ГИБДД всего региона проводят рейд «Контроль трезвости». В среднем за один рейд составляют 6 протоколов о нетрезвом вождении. Основная цель данного мероприятия – предотвращение ДТП с тяжкими последствиями. А именно, необходимо будет массово проверять водителей, выявлять водителей, у которых имеются признаки опьянения, отстранять данных водителей, а также документировать их противоправную деятельность. Штраф за вождение в нетрезвом виде и отказ от медицинской экспертизы составляет 30 тысяч рублей. А также предписывается срок лишения права вождения от полутора до двух лет. Сергей Александрович, а какие меры еще вы применяете, вот помимо, конечно, тех рейдов, о которых мы сейчас посмотрели сюжет, чтобы все-таки снизить аварийность на наших дорогах? – Да, действительно, ведется очень широкомасштабная пропагандистская работа. Сотрудники пропаганды отдела ГИБДД города Самары, а также инспекторский состав, активно проводим профилактические беседы в дошкольных детских учреждениях, в учреждениях среднего общего образования. Значит, также непосредственно сотрудниками полиции проводятся беседы с будущими водителями. Это которые, ну, в школах так называемых, где проводится обучение предварительное. Вот. Проводятся беседы у нас, выездные так называемые мероприятия в рамках рейдового мероприятия «Пешеходный переход». Непосредственно инспектора ДПС проводят работу с водителями, привлекают их внимание с приведением конкретных примеров, какие виды ДТП бывают связаны, что нужно делать, чтобы избежать, что нужно как минимум телефоном пользоваться при управлении транспортным средством. Что касается, значит, детского дорожного транспорта, травматизма, то здесь принимаются меры по общению непосредственно с учениками вблизи школьных учреждений. Показывается, значит, как нужно правильно переходить дорогу. Ну, не то, что показывается, напоминается. Потому что обучение, это в первую очередь должно исходить от родителей, которые выпускают, как говорится, своих людей, своих маленьких людей, своих детей на улицу. Правильно они должны подсказать, прежде чем выпустить, как правильно переходить дорогу, в каком месте положено, в каком месте не положено, на какой сигнал, что нужно дождаться. Ну и, во-первых, к родителям обращаюсь, у детей, в первую очередь, просто не отправляйте их одних до места, до садика, до школы и так далее. Или если вы в такая ситуация, что нужно ребенку в школу идти самостоятельно, ну, необходимо несколько раз с ним проследовать тем маршрутом, показать все, как говорится, скрытые ловушки того, где он может попасть под машину или что-то еще. То есть, в первую очередь, это ответственность родителя за то, что он отправляет своего ребенка одного самостоятельно в школу. Хорошо. Статистика и профилактика дорожно-транспортных происшествий с участием молодых водителей. Мы к детям еще обязательно вернемся и более подробно поговорим о профилактической работе, в первую очередь, которую вы проводите. Но вот, тем не менее, проведение краш-курсов, каршеринг. Скажите, пожалуйста, вот насколько важна эта работа сотрудниками ГИБДД именно с молодыми водителями? Потому что статистика-то здесь тоже, мягко говоря, невеселая. Да, совершенно закономерный вопрос. То есть, сейчас, вот если касаемо сегодняшнего дня, то с 1 апреля у нас, значит, изменилась система подготовки молодых водителей. И с 1 апреля ужесточены так называемые требования к сдаче экзаменов. В чем они стоят, Дмитрий Сергеевич? Ну, там несколько есть моментов, критериев. Там отменена такой вид, значит, экзаменации, как площадка. То есть, непосредственно участники, будущие участники дорожного движения, водители, они уже с экзаменатором передвигаются по городу Самара. Вот, это одно из новшеств. Вот, ну, остальные, если нововведения, какие есть, уже, я думаю, более подробно, вот эти все тонкости можно прочитать будет в открытом доступе на различных сайтах, либо будет свое видение, это все специалист в этом направлении, именно по регистрационно-экзаменационному направлению сотрудников. Да, совершенно верно. Ну, вот, все-таки профилактическая работа с мотоциклистами и велосипедистами. Скоро лето. Мы опять увидим на дорогах представителей, участников, да, дорожного движения, мотоциклы, велосипедисты. Опять начнутся у вас рейды профилактические, все это ясно. Но вот сейчас предварительная работа, и что предварительно можно сказать участникам дорожного движения вот именно этих категорий? Сергей Александрович. Значит, да, вопрос актуальный. Начинается весенне-летний сезон, и на дорогах города появляются дополнительные участники дорожного движения, такие как велосипедисты, скутеристы, на роликах, которые ездят. Ну, все они являются участниками дорожного движения. Значит, статистика показывает, что велосипед у нас является в 10 раз опаснее, как говорится, автомобиля. И езда на велосипеде требует особых навыков, умений. Значит, за прошлый год у нас пострадало 17 подростков-велосипедистов, значит, в ДТП по городскому округу Самары. Но хочу напомнить еще, в частности, значит, по детям. Дети у нас до 14 лет имеют право передвигаться на велосипедах, только кататься на велосипедах, только на закрытых площадках, так называются, скверах, парках. Ну, и в соответствии, как говорится, с рекомендациями в присутствии родителей. Значит, все остальные моменты, связанные с подростками старше 14 лет, они могут передвигаться уже по тротуарам, по пешеходным дорожкам. Это вы сейчас говорите про скиты, про электросамокаты, про моноколеса, про гироскутеры. Очень много в последнее время появилось возможностей у подростков, конечно. Но вот этой категории передвигаться только также по специально отведенным дорожкам, которые, мы напоминаем, в нашем городе очень-очень много, да, специально построены и в парках, и, пожалуйста, кататься. Катайтесь. Ну, зачем на проезжую часть-то выезжать? Согласен. Есть такая, опять же, присущий человеческий фактор на данном, как говорится, происшествии. Потому что некоторые, например, взять, там, скутеристы, велосипедисты те же, едут сначала по пешеходной дорожке, потом, не спешиваясь, переезжают по пешеходному... Переходу уже проезжей части. Переходу, проезжую часть, да. Этого не рекомендуется делать настоятельно, в связи с тем, что, когда вы переезжаете проезжую часть на велосипеде, в этот момент водитель едет на транспортном средстве. И здесь, как бы, ну, не произошли тяжкие последствия, потому что водитель может не среагировать. Вы также можете не среагировать, увидев транспортное средство. Поэтому, в соответствии с правилами дорожного движения, вы обязаны спешиться. Ну и как вот учат нас родители с детства. Подошел к проезжей части, посмотрел налево, посмотрел направо. Дошел до середины проезжей части, опять посмотрел направо, либо налево. И после того, как уже убедился в том, что другие участники дорожного движения, в частности водители транспортных средств, вас видят, понимают, что вы хотите перейти дорогу. Соответственно, вы понимаете, что вас понимают, что вы хотите дорогу перейти, и уже заканчиваете свой маневр. Но, к сожалению, есть такие дорожно-транспортные происшествия, недавно у нас было, к сожалению, было, но, к счастью, что... Обошлось без серьезных последствий, да? Да, обошлись. У нас вот такие, да, как говорится, нерадивые мамы просто перебегали со своими несовершеннолетними детьми, проезжая часть на красный сигнал состафора. Ну, к сожалению, да. А вот здесь какая ответственность? Скажите мне, пожалуйста, Сергей Александрович. Конкретно за что? Конкретно за такое нарушение, о котором вы сейчас сказали. Если перебегает женщина или мужчина со своим ребенком на красный сигнал светофора, если сотрудники ДПС пресекли вот это нарушение, какая грозит административной ответственности? Грозит ли? Грозит, да. Здесь также составляют штраф 500 рублей в статье 12.29 Кодекса административного правонарушения. Мы с вами ушли от темы про нетрезвых водителей, ну, потому что есть о чем поговорить еще, но я все-таки попрошу вас напомнить, какая административная ответственность подлежит и здесь. Да, сейчас вот у нас, опять же, с приходом, с началом теплых дней, значит, сейчас многие водители, значит, которых транспортные средства в силу каких-либо причин не эксплуатировались зимой, да, только летом, либо там начнут активно выезжать сейчас на дороге. Люди после зимы, как говорится, в расслабленном состоянии, которым уже не управляли, будут, возможно, как показывает, опять же, статистика, будут позволять себе управлять транспортным средством в состоянии алкогольного, наркотического и иного опьянения. Значит, хочу напомнить, значит, что по статье 12.8 Кодекса административных правонарушений 12.26 существует административная ответственность в виде штрафа 30 тысяч рублей и лишение права управления на срок от полутора до двух лет. В случае, если водитель, который будет лишен права управления судом на срок от полутора до двух лет, будет задокументирован повторно, повторно, либо в течение одного года после того, как у него закончится срок лишения права управления, будет задокументирован повторно, то ему грозит уже не административная, а уголовная ответственность за данное нарушение. Она будет связана у нас с лишением срока, сроку уже здесь идет лишение свободы, срок лишения свободы уже до двух лет, либо обязательные часы, либо штраф в разы более, ну и, соответственно, с обязательным лишением права специального управления. Сергей Александрович, скажите, пожалуйста, я надеюсь, это не конфиденциальная информация, насколько быстро у вас обновляется база после того, как человека лишили прав, и, к примеру, он на следующий или там через два дня сел за руль в аналогичном состоянии. Есть ли у вас уже у сотрудников ГИБДД сведения, что этот человек лишен прав? Ну, здесь, как правило, ситуация, она индивидуальная, поэтому существует определенный порядок. То есть после принятия решения судом о лишении права управления, значит, в течение, во-первых, десяти дней гражданин, который лишен, может обжаловать, совершенно верно. И, соответственно, после того, как он обжалует или не обжалует, нам информация поступает. Если, соответственно, он не обжаловал лишение права управления, к нам поступает информация, что человек лишен права управления. Соответственно, непосредственно данная информация у нас подгружается в федеральную систему, которая непосредственно содержит данные о водителях. И мы уже можем конкретно видеть, человек лишен, если человек, например, по нему принято решение о лишении, ну, соответственно, здесь уже надо выяснять, если человек лишен и он обжал, соответственно, он является человеком, не лишенным права управления, и, соответственно, он имеет право пока передвигаться до решения вышестоящей инстанции. Ну, как правило, это идет уже в федеральный суд. Спасибо. Я также хочу перейти к еще одной теме, но прежде чем мы начнем ее с вами обсуждать, я предлагаю посмотреть сюжет, потому что одним из тоже главных требований сотрудников ГИБДД, когда управляется автомобиль, это присутствие детских удерживающих устройств. И вы также очень регулярно проводите рейды и по этой теме, и вот также мой коллега Никита Колосов побывал на таком рейде. Давайте посмотрим, вот насколько наши граждане действительно относятся серьезно к безопасности своих детей. Семилетний Егор Зеленко ездит из детского сада на машине с папой. Выставку детских удерживающих устройств видит впервые. Но каким должно быть сертифицированное автокресло, знают уже давно, так как активно пользуются им каждый день. Родители Егора понимают, насколько важно соблюдать правила перевозки маленького пассажира. Безопасность ребенка, это, конечно, превыше всего, поэтому я считаю, что необходимо, да, при перевозке детей обязательно прибегать именно к дерзким удерживающим устройствам. Максимально соблюдать правила дорожных движений при перевозке детей, так как это наше все. Акция с ребенком в путь автокресла «Не забудь» на протяжении трех недель проходит во всех городах Самарской области. Наряды ДПС утром и вечером проводят рейды около детских садов и дошкольных заведений, чтобы выявить нарушителей правил перевозки детей до 12 лет. Также в крупных городах региона демонстрируют детские удерживающие системы. Родителям рассказывают, каким должно быть безопасное детское кресло. К сожалению, на данный момент мы видим рост детско-дорожно-транспортного травматизма. И для того, чтобы проинформировать родителей о необходимости использования таких устройств, собственно говоря, Госавтоинспекция и Министерство образования и науки выходят на улицы. При выборе детского удерживающего устройства родители должны обращать внимание на вес и рост ребенка. Кресло нужно выбирать по размеру, чтобы ребенку было удобно даже зимой, когда приходится надевать побольше одежды. По правилам дорожного движения ребенок до 12 лет должен ездить в автокресле, если сидит впереди рядом с водителем. Но с 7 лет можно ехать без кресла на заднем сидении. Штраф за неиспользование детских удерживающих устройств составляет 3000 рублей. Безусловно, конечно, этому нужно придавать большое значение. Эти, конечно, семьи родителей, которые пренебрегают такими требованиями, рискуют, конечно, здоровью и жизнью своих детей. С начала года на дорогах Самарской области в ДТП, где пассажирами были дети до 12 лет, погибли 4 ребенка, а еще 58 детей получили различные травмы. Сергей Александрович, вот действительно ли очень часто проводятся рейды такого характера? И вот что бы вы сейчас могли сказать родителям, которые перевозят детей, маленьких детей? Вот мы, кстати, с вами на прошлом рейде были свидетелями, когда женщина на руках полугодовалого ребеночка держала. Но это же ведь, конечно, небезопасно. Да, совершенно резонная и актуальна, повторюсь, проблематика существует на сегодняшний день. Если мы говорим про Самарскую область, в частности, про Самару, да, у нас имеется проблематика, когда люди по какой-то причине, ну, просто, я считаю, что халатно относятся к тому, что перевозят своих маленьких чат без специального детско-удержащего устройства. Одним из таких вот примеров такого отношения халатного, я просто как бы недавно такой случай был, буквально на выходных, значит, где водитель, водитель допустил, значит, я даже не знаю, не то что перевозку своего несовершеннолетнего ребенка, а просто в плотном транспортном потоке, естественно, водитель сидит за рулем, а у него на руках, на ногах, между ним и рулем просто находился ребенок. Вот. Данную информацию мы узнали из социальных сетей, одной из социальных сетей. Значит, нами непосредственно, я вот этой проблематикой и определенными мероприятиями по розыску данного водителя лично я занимался, данный гражданин был установлен, значит, с ним связались, значит, пригласили на беседу для дачи объяснения на Ставропольскую 120, где, значит, он дал определенное свое пояснение и, в частности, был привлечен к административной ответственности за перевозку своего несовершеннолетнего ребенка, ну, просто, как сказать, на себе. Да. Вот. Был привлечен к административной ответственности по части 3 статьи 12.23, потому что он нарушил пункт правил 22.9, правил дорожного движения Российской Федерации, и ему назначено наказание в виде штрафа административного 3 тысячи рублей. Поэтому, да, действительно, такая проблематика существует. А вообще, если вот по статистике говорить о детском дорожно-транспортном травматизме, вот именно, который влечет за собой неиспользование детских удерживающих устройств, какая она сегодня, Сергей Александрович? Ну, к сожалению, к сожалению, я еще раз повторюсь, что да, да, у нас есть такая проблематика, что существуют водители, которые не пристегивают своих детей, не перевозят их в специально удерживающие устройства. К сожалению, то, что это вообще все происходит, но, к счастью, что без тяжких последствий. И то, что у нас также наблюдается очень большое снижение по детям, которые у нас пострадали в транспортном средстве, будучи пассажирами. Имеется очень большое снижение. Если в количество взять, то это у нас, ну, например, в этом году у нас 3 таких ДТП, в том году было 10. Ну, да, действительно, серьезная разница. Ну, что же, спасибо вам большое за интервью. Спасибо всем тем, кто был сегодня с нами. Ну, конечно же, мы все являемся участниками дорожного движения. И вот мы сегодня с моим уважаемым гостем призывали вас к здравому смыслу в первую очередь и к бережному отношению к жизни своей окружающих. Спасибо. Всего хорошего. До свидания. Всего хорошего. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok